Мы, компания Дэмфармлаб, приветствуем вас у себя. Сегодня мы вам расскажем о лечении витилиго в принципе и покажем наш подход к этой болезни. Есть много споров по поводу источника и лечения витилиго. Все они очень разнятся, но всегда есть два ключевых момента, которые сходятся. Это стресс и факт, что витилиго – это аутоиммунное заболевание. Рассматривая витилиго, мы сталкиваемся с процессом, где меланоцид не может преобразовать аминокислоту L-терозин в фермент тирозиназу. Без этого фермента не получится выработать меланин, к тому же потребуется еще и медь. Так как медь – вспомогательный нутриент, она используется в более приоритетных частях тела, чем кожа. Так как кожа – нежизненно важный орган, и пероральный прием меди вряд ли поможет. Тем временем иммунитет продолжает атаковать меланоциды. Происходит хроническое воспаление. Организм слишком сильно окисляется, особенно в пораженных участках кожи. И человек получает дефект антиоксидантной системы, где тело производит слишком много перекиси водорода. А она отбеливает даже волосы. Тоже, к сожалению, происходит и с кожей. Крем с медью может помочь вырабатывать терзиназу, но меланоцид не в состоянии его использовать, так как атакован иммунитетом. Значит, нужно отрегулировать иммунитет, и тогда телу самостоятельно удастся восстановить клетки кожи. Но несмотря на совпадение таких важных факторов, врач крайне редко поинтересуется у вас, а что же произошло за несколько месяцев до появления первых пять? Какие психологические нагрузки вы испытываете? Возможно, у вас была травма или сильная болезнь? Нет. Вместо сбора полного анамнеза вас посылают сдать анализы на паразитов и сделать несколько анализов крови на гормоны. Это правильно. Но слишком мало, чтобы найти причину агрессивного иммунитета. Стресс, психологическая нагрузка или травма – не какое-то эфемерное понятие. Ведь даже сгореть от любви – это, можно сказать, диагноз. Во время стресса и даже при положительном потрясении ваши надпочечники вырабатывают кортизол. Так называемый гормон стресса в основном состоит из витамина D. Витамин D регулирует TH17 клетки, которые при правильном балансе направляют иммунитет в нужное русло. По сути, кортизол парализует работу иммунитета, и тогда иммунитет начинает атаковать собственный организм. И так как у вас витилиго, вы входите в те 3%, у которых иммунитет ошибочно принимает за врага меланоциты, что приводит к витилиго. Просто бездумно принимать большие дозы витамина D может привести к камням в почках. В принципе, это может не помочь. Доктор наук Сиса Рукаимбра Государственного университета Сан-Паулу обосновал, что проблема еще и в рецепторах к витамину D, которые находятся в каждой клетке тела. Вы принимаете витамин D с пищей, а он просто не проникает в клетку кожи. Итак, значит, первая задача стоит внедрение витамин D в нужную нам клетку кожи. Затем у нас поднимается вопрос, почему рецепторы к витамину D работают некорректно, и что еще не хватает в местах белых пятен. Главной причиной, которую можно упомянуть, это чрезмерная работа надпочечников, больная печень, эндокринологический дисбаланс, видимые скрытые расстройства желудочно-кишечного тракта. Это значит, что любая процедура, направленная на устранение пятен витилиго, будет косметической. И даже пересадка кожи, она не гарантирует, что в этом же месте витилиго не вернется. Да и шрам за такие деньги того не стоит. Чтобы вылечить витилиго навсегда, можно соблюдать советы наших специалистов из статьи на нашем сайте. Тем более, что если не хватает витамина D, также будет не хватать и других микро- и макроэлементов, которые мы совместили в креме витциферол. Потому что витамин D влияет на 229 генов и на 25 тысяч процессов в организме. И все равно нет желания ждать 4-5 лет, пока организм полностью восстановится и займется пятнами витилиго. И хочется убрать уже сейчас. Это провоцирует людей использовать даже хлорметин. Что мы категорически запрещаем, так как препараты с хлорметином – это устарелая химиотерапия, запрещенная на территории России из-за своей токсичности. Как вы видите, даже вытяжки из плаценты не помогут. Потому что нужно именно восстановить механизмы работы организма, хотя бы в зонах витилиго. И вместо того, чтобы зазря тратить деньги на дорогостоящие препараты, лазерные процедуры или народное лечение, которые не способны восполнить дефицит пострадавших клеток, нужно выбрать препарат, который с этим справится, который восполнит дефициты и локально восстановит работу клеток кожи. Одним из таких препаратов является Витциферол. В нем находится правильно обуверенная дозировка витамина D3, самого качественного из возможных аналогов. Лучше нашего можно найти только в жирной рыбе или масле печени трески. Экстракт облепихового масла. Сам по себе это очень действенное средство, но в том, что можно найти в аптеках его дозы микроскопические и разбавляется дешевыми аналогами. Мы взяли именно то количество экстракта, которое требуется для быстрого результата. Экстракт масла черного тмина и экстракт алоэ имеют общую функцию антиоксидантного эффекта. Вдобавок к экстракту ромашки и уникальному соотношению этих трех ингредиентов, нам удалось увеличить проходимость всех ингредиентов в клетке кожи, не нарушая их целостность, что позволяет сохранить весь потенциал и силу состава крема витциферол. Витамин С в форме аскорбил тетраэзоплимитата. Это единственная некислая форма витамина С, которая с легкостью проникает в клетки кожи и нарушает PH тела. Есть и еще полезные ингредиенты, но эти хотелось бы выделить отдельно. Конечно, результаты от крема витциферол субъективны и зависят от того, чем вы лечились до этого или какой фактор стресса вызвал у вас витилиго. Ведь безразбор он означает всем про топик, вряд ли сулит успех. К тому же, после многочисленных испытаний мы обнаружили, что в среднем, при правильном использовании, первые результаты применения витциферола видны уже через неделю. Попробуйте делать фотоотчет регулярно, при одном и том же освещении и положении камеры, и вы явно заметите получающиеся изменения. Наше решение уникальное, потому что мы знаем корни причин витилиго и как с ними бороться. Крем наносится очень тонким слоем, только по периметру пятна. Между каждым нанесением крема нужно, чтобы прошло хотя бы 15 минут. Результат не заставит себя ждать, если в день это будет повторяться, от пяти до семи раз. Приобрести крем можно на нашем сайте. Оплата происходит только при получении доставки. В среднем доставка занимает пять дней, но мы стараемся каждый наш заказ отправлять курьером Почты России. Витилиго невозможно убрать, если не знать, что исправлять. Мы знаем, и на нашем сайте мы рассказываем, как самостоятельно это сделать. Если вы не хотите ждать, пока тело восстановят все пострадавшие внутренние органы, а только затем займется эпидермисом, вам уже сейчас поможет наш крем. Витилигорь Негода.